Всем подписчикам и зрителям нашего канала я говорю здравствуйте! Скажите, бывали ли такие моменты, когда вам не нравился стандартный лаунчер на андроиде? Не хватало каких-то функций или попросту хотелось настроить его под себя? И чтобы полностью удовлетворить ваши желания, я презентую вам топ 5 самых популярных лаунчеров для андроид. Поехали! На пятом месте нашего топа расположился экшн-лаунчер. Экшн-лаунчер предлагает свою версию пользовательского интерфейса андроид. Выпадающий бокс с приложением предоставляет пользователям скорый доступ к их библиотеке приложений и виджетов с удобной алфавитной сортировкой. А также специализированный набор жестов, выполнение которых в верхней части значка папки позволяет запускать разнообразные приложения и ярлыки без необходимости их поиска. Кроме того, экшн-лаунчер включает в себя традиционные функции лаунчера, среди которых поисковая строка и докт настроек, масштабированные иконки и бокс скрытых приложений. Экшн-лаунчер не зря расхвален пользователями. Он быстрый, удобный, имеет довольно много настроек и выглядит вполне аппетитно. Ну а следующим по списку идет Хола-лаунчер. Хола-лаунчер стал популярным не в последнюю очередь благодаря своей экономичности. Начальная загрузка чуть больше мегабайта, а получите вы при этом переработанный интерфейс, новые иконки приложений и классные темы. Но не только размер файла тут невелик. Хола также трудно перезайти, потому как он мало требует производительности. Ему нужно меньше оперативки, чем даже некоторым из самых шустрах Android-лаунчеров. Переходы на рабочие столы происходят посредством перелистывания вправо и влево. Все приложения и игры можно группировать в алфавитном порядке в папке. Правда, есть одно но. Программы с русскоязычным названием не группируются. Но многими ли программами с русскоязычным названием вы пользуетесь? Зато лаунчер пытается автоматически определить приложение либо игру в нужную папку. Не всегда выходит, но все равно забавная опция, которая может упростить работу со смартфоном. А теперь об уникальной функции лаунчера. Если провести справа налево или слева направо по доку снизу экрана, то подпрыгивая и переворачиваясь, появляется круглая панель, представляющая собой быстрый доступ к переключателям и иконкам приложений. Holo Launcher представляет собой хороший доступный лаунчер с приятным интерфейсом. Он быстро работает, не занимает много места и к тому же его можно назвать перспективным. Бронзовым призером стал Go Launcher EX. Многим Go Launcher может показаться слегка перегруженным и тяжеловатым. Но это только от того, что разработчики этого проекта стараются построить целую собственную экосистему на базе Android. В их арсенале есть локер, браузер, календарь, погодное приложение, менеджер задач, специальные биджеты и множество других приложений. И если вам нравятся хотя бы несколько решений от Go U Team, если вы принимаете эту экосистему, то лаунчер послужит вполне естественной ее основой. Go Launcher EX отлично сочетает свои самые важнейшие факторы при выборе оболочки для операционной системы Android. Плавная и стабильная скорость работы, приятный внешний вид, широкая гибкость настройок и удобство работы. Лаунчер обладает отличным каталогом установленных приложений. Также там располагается вкладка открытых программ, которая позволяет переключиться на желаемое, закрыть его или же сразу все, что очень, кстати, удобно. Теперь второе. Dog Bar, который может содержать в себе до 15 самых часто используемых приложений посредством прокрутки. Помимо этого, хотелось бы отметить поддержку жестов. Она может выполнять роль как для системных действий, так и для запуска определенных приложений. Последние особенности включают в себя отличную русификацию, а также огромное количество опций, настройок и тем оформления, с помощью которых пользователь сможет одним движением пальца изменить дизайн всех элементов. В их числе Dog Bar, иконки, обои, виджеты, меню приложений и многое другое. Второе. Почетное место нашего топа занимает Buzz Launcher. Buzz Launcher подойдет прежде всего любителям кастомизации, но при этом не желающих проводить долгие часы, ковыряясь в настройках различных программ. С помощью этого лаунчера вы сможете увидеть самые красивые домашние экраны других пользователей и в один таб применить их на своем устройстве. При этом все необходимое для этого утилиты, виджеты, иконки, фоновые изображения автоматически скачиваются и устанавливаются. Таким образом вы можете без всяких усилий использовать на своем смартфоне лучшие темы от других пользователей этого лаунчера и в свою очередь делиться с ними своими наработками. И самым лучшим лаунчером становится, я думаю вы догадались, Nova Launcher. Nova Launcher заслуженно возглавляет сегодняшний топ лучших лаунчеров для Android. Оболочка может похвастаться многим, чего вы возможно не найдете в других лаунчерах. Неограниченное количество рабочих столов, полная кастомизация внешнего вида, иконок и папок, вертикальная и горизонтальная организация рабочего стола и каталога приложений, самые различные анимации переходов, возможность смены шрифта, размера иконок и многое другое. Обо всем по порядку. Настройки лаунчера просто радуют глаз. Различным любителям ковыряться в разных штуках будет по вкусу, потому как настройки именно данной оболочки невероятно богаты и там действительно есть где разгуляться. Там вы можете настроить и рабочий стол, и меню приложений, и док-бар. К слову, можно сделать не 5 иконок в ряд, а 3 или более 5, и внешний вид папок, и полностью оформление лаунчера, где вам доступны функции типа цветовой схемы, темы значков, размера иконок, стиля шрифта или скорости прокрутки и в целом анимации. Разует возможность установки жестов. Благодаря им можно просто проведя пальцем открыть меню, приложение, статус бар или многое другое, что вы сможете выбрать сами в настройках. В целом, новый лаунчер по-настоящему многофункционален, и он по праву занимает первое место в нашем топе. Я считаю, что для бесплатной версии количество функций в нем только радует и просто не может разочаровывать. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравился собранный нами топ, и вы не забыли поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Игорь и интернет-магазин sevdroid.ru. До скорых встреч и хорошей вам недели. Пока-пока.